Я Торг, и я здесь, чтобы спросить вам одну вопрос, и одну вопрос только. Эксплозивы! Он не чистит гробницу юридика меньше, чем за 5 минут. С ластбоссом Магаретом у вас будет хорошая битва, прям интересная. Мне даже понравилась вот эта битва, поскольку тебе приходится уклоняться от босса, байтить его на определенные действия, и это интересно. Это разнообразие, разнообразие от геймплея. Не просто пришел, увидел, нажал этой кнопки, босс уже на лут развалился, как бы, ну, такое. Кому-то нравится и такой геймплей. Собственно, билд у нас строится вокруг двух способностей. Это кластерная бомба, и это граната. Сразу же скажу об особенностях этих способностей, потому что на них существует, вот сколько я знаю, два эффективных билда. Один на холодной гранате существовал, это лазутчик, ночной клинок плюс подрывник. Холодная граната собиралась, там использовался плоский урон, цифры были просто какие-то невменяемые, ну, и фиг с ними. Второй билд такой же невменяемый был, это был щитолом, хотя почему был он и есть сейчас. Сейчас, щитолом на кластерке, щитолом это подрывник плюс хранитель клятв, собирался комплект ульзина, кластерка, и билд на кластерке, если я ничего не путаю, он убивал ящик развлечений. Если вы не знаете, кто такой ящик развлечений, вы счастливый человек. Если вы знаете, кто такой ящик развлечений, вы знаете, кто такой ящик развлечений, я знаю. И собственно, давайте прежде чем я начну рассказывать о билде, я вам просто покажу особенности этих способностей. Во-первых, обе способности имеют время перезарядки, 3 секунды на гранате, можно его немножко снизить с помощью предметных модификаторов. И это кластерная бомба, 4,5. Опять же, снижается время перезарядки за счет предметных модификаторов и за счет одного умения целого. Собственно, давайте посмотрим на анимации. Мы можем кинуть гранату в цель, и она взрывается и наносит урон. Мы можем кинуть гранату возле цели, она взрывается с задержкой с небольшой, и тоже наносит урон. Кластер, как примерно тот же принцип действия. Урон, она разлетается на несколько гранат, от 8 до 10 осколков, и наносится урон по чучелу. Собственно, в чем проблема этих двух способностей? Во-первых, их можно сбить. То есть, пока она летит, противники могут ее сбить. Прошу прощения, человек-сосед вышел на тропу ремонта, я не знаю, чего ему. Весь день молчали. Собственно, могут сбить эти способности, плюс противник может выйти из зоны поражения гранаты. Поэтому вы должны кидать гранату либо на опережение, чтобы противник точно был в радиусе 3 метров от места взрыва. Либо вы должны кидать непосредственно в него. Вот видите, у меня сейчас прокнула набожность, аж 3 раза сразу. И я смог кинуть 3 гранаты подряд. Точнее, прошу прощения, не набожность, а избрание кульзина. Эта способность, в принципе, она может быть и ключевой, но... Она бывает доставляет много проблем на самом деле. Но об этом мы поговорим чуть позже. Она действительно может вам доставить проблемы, потому что энергия просто сохнет только в путь. Поэтому билды фановы, друзья. Ну, собственно, теорию с гранатой вы поняли. Кидать ее нужно наверняка. И кидать ее желательно прямо в мели, чтобы она летела как можно меньше до противника, чтобы шансов ее сбить не было. Опять же, небольшой радиус поражения у гранаты. Опять же, ну, прицеливаться, выцеливать противника сложно. Поэтому в мели откидываемся гранатой, и все идеально. По толпе работаем кластеркой. Единственная радость, что радиус поражения у способностей прям-таки хороший. И можно закинуть гранату на опережение. Если срабатывает избранник, то можно просто вот так вот. Раз, два. Сделать заградительный огонь по площади. То достаточно приятно. Ну, давайте по способностям, друзья, поговорим. Собственно, у нас будет два мастери. Первая наша это подрывник. Наша основная мастер, где у нас будут, в принципе, все атакующие способности наши. Плюс еще способности поддержки у нас будут использоваться. Все раскидано с учетом вещей и с учетом сотого уровня. Собственно, давайте пройдемся по атакующим. Кластерка на 12 из 12, потому что увеличивается радиус немножко, и у нас увеличивается количество осколков. На 12 оно максимальное становится. Чуть больше потом будет, но суть не в этом. То есть качаем по максимуму. Улучшенную оболочку на единичку качаем. Чуть-чуть радиуса добавляем себе. Ну и, в принципе, все. Внутренняя травма нам неинтересна, проник нам тоже неинтересен. Граната. С гранатой все гораздо интереснее. Граната на прокачке, сколько помню, 8. Она уже будет давать 100% шанс опрокидывания противника на 2-3 секунды. И у нее не растет, к сожалению, ни радиус поражения, ни, к счастью, время перезарядки. То есть как было 3 секунды, так и будет. Как было 3 метра, так и будет. Это вот основная проблема с гранатой. То, что радиус поражения и очень сложно увеличить. Пугасная граната берется, потому что можно, потому что дополнительный урон огнем. Опять же, куча бонусов. Один поинт сюда стоит вкинуть. Ну и сокрушающий взрыв берется по причине того, что у нас идет увеличенный критический урон к самой гранате. Что очень приятно. Учитывая, что нам нужно, чтобы она критовала побольше. Навыка атаки у нас будет 3000, поэтому криты будут идти хорошо. Далее. Способности поддержки у нас остаются. Из активируемых аур это касание огня. Я думаю, все его берут по умолчанию. У меня взято на 10, потому что поинты нужны. Да и в принципе навыка атаки мне хватает. 10 в касание, единичку в закалку. Закалка нужна зачем? Затем, что навык защиты. Навык защиты нам очень сильно нужен. Без него прям плохо-плохо будет. Поэтому единичку в закалку, опять же, бонусов хватает. И не сомневаемся, берем. 8 в ослепляющую гранату с обжигающим светом. Неуклюжие атаки, снижение меткости, общее замедление. Мелочь, а приятно. Опять же, ослепляющая граната, замешательство и снижение навыка защиты аж на 6 секунд. Плюс огромная площадь поражения. Увеличиваем шанс критического урона по противнику. Вообще, она используется практически на боссах. Только на боссах. Потому что всех остальных мы взрываем достаточно быстро и бодро. Далее. Огонь возмездия. Тут я взял 13 и 1. Очень приятный, хороший баф. Поэтому смысла нет себе в нем отказывать. Наша основная выживающая способность, которая позволяет нам жить долго и весело. Которую нерфят, я уже не знаю, когда закончат ее нерфить, взрывной щит. Потому что уже 60% здоровья. Когда вот он только появился, сколько я помню, там было 70% здоровья. И он активировался. И прелесть была в том, что если у вас здоровье было на отметке ниже 70%, то после перезарядки щит включался снова. Это очень сильная штука на самом деле. Прям нереально сильная, я бы сказал, взрывной щит. Сейчас вот его еще понерфили. Я надеюсь, не будут дальше его трогать. Потому что если это будет... 40% здоровья и ниже, то просто взрывной щит смогут эффективно использовать только танки. Больше никто его не сможет эффективно использовать. В частности, класс волшебник не сможет это использовать, потому что он лопнет банально. Щит не спасет. Не успеет спасти точнее. Либо надо увеличивать плоское поглощение. И тогда уже пусть там ну 30%, но чтобы поглощалось хотя бы тысячи полторы урона. Я понимаю, что это круто, но, блин, извините, ставки повышаются, господа и дамы. Поэтому вот так вот берем щит. На десяточку берем термитную мину. Резисторея второго порядка, в принципе, больше тут объяснять особо нечего. Мины достаточно удобно ставить и комбинировать. Мины вместе с гранатой. То есть вы поставили мины. Противник на минах, кидаете в него гранату, кидаете в него все, что у вас есть. Все плюс-минус понятно. Избранный Ульзином. Вот тут опять же интересная способность. Она дает нам шанс на мгновенную перезарядку умений. Причем кластерки и гранаты. Ну и также оглушающих снарядов. Но оглушающие с избранным Ульзином, я вот не знаю. Тоже интересная задумка была бы, но, увы, не хочу. Она берется на единичку, потому что у нас куча бонусов к ней. Срабатывать она будет достаточно часто. И эта способность просто-напросто, хоть она и помогает нам закидывать противника гранатами и бомбами, но она очень сильно сушит нашу ману, потому что расход будет колоссальным. Восстанавливается мана очень медленно, несмотря на то, что у нас мистика, на то, что я постарался взять в мистики, то, что облегчит нашу жизнь. Коктейль я не беру, хотя хочется с большой мощностью его взять, потому что панели так забито, кнопок не хватает. Я вот иногда даже путаюсь в том, что у меня здесь есть. Поэтому я решил коктейль не брать. Опять же, стоять на месте не очень хорошо получается. Я все время стараюсь бегать, стараюсь передвигаться. То есть это не тот билд, который стоит на месте и спамит противника способностями. Если вы будете стоять на месте, вас просто-напросто убьют. Потому что это волшебник. Он все-таки тонкий достаточно. Оглушающие по той же причине не берутся, потому что они здесь не нужны. Огненный удар тоже не нужен. Миномет. Ну, на миномет нужно отдельный билд собирать. И вот сюда его толкать. Я вот просто посмотрел, он здесь не нужен. Миномет это самостоятельное вполне себе умение. И его сюда толкать не хочется. Огненный удар тоже здесь не нужен. Это опять же самостоятельное умение, на котором может строиться билд. Да и строиться, в принципе, на нем билды всегда строились. Мистик. В мистике все чуть более прозаично. Здесь у нас чисто идет усиление наше. Качаем мистика до 32-го тира. Первый тир у нас это внутренняя концентрация. Это прибавка к духу и процентная прибавка к навыку атаки. Мелочи приятны. Я после долгих и томных размышлений взял всю эту мистическую волю. Почему? Потому что 75% падения здоровья, это для меня приемлемо, потому что здоровье-то падает по факту. 6 секунд перезарядка, 6 длительность. Ладно. Общий урон хорошо. Навык защиты прекрасно. Энергия в секунду хорошо, потому что энергии не хватает. Поэтому и мистическая воля. В принципе, очень приятное умение. Далее. Ледяная вспышка Олехры. А вот тут начинается веселье. У Олехры радиус 16 метров. Это огромная цифра. На 4,5 секунды она вешает резисторез второго порядка. Минус 100 сопротивление огню. У меня огненный билд. Для меня это просто манна небесная. То есть просто Олехра поражает противников. Он стоит на минах. Там получается порядка 160 или 170 процентов второй порядок складывается резистореза. Это просто огонь на самом деле. Но опять же, если вы не успеваете попасть или сдать способность, то все равно очень приятная способность. Ну и противники замерзают. И стоят на месте несколько секунд. Но работает это, как мы все прекрасно знаем, только на обычных мобиков. Слабеньких боссов заморозить очень сложно. Там опять же надо отдельный билд собирать под это. Был целый один билд нормальный на контроль. Сколько вот я помню. Он был один. Все. Люди смогли его собрать. И он даже замораживал стабильно немезиты боссов. Больше такого счастья я не видел. На десяточку берем зеркало Реоктиса. Почему? Потому что жить хочется. Жить очень хочется. Сфера Майвен на 12. Поглощение урона это прям... Прям очень хорошо. И на девяточку преобразование. Потому что контроль. Нельзя, чтобы нас поймали. Поэтому нам нужно снижать эффекты контроля на нашего персонажа. И на девяточку так берем. 1-1-12 в Искандеру. Почему в стихийный баланс так вкладываюсь? Потому что увеличение процентно-критического урона общего. Это очень приятно и очень хорошо. Опять же, горение усиливается. Что для нас тоже очень важно. Потому что мы играем большей частью от урона огнем и горением. Единичку в перегрузку. Навык атаки. Шанс на одно из. Ну опять же, три эфиру. Мелочь приятна. Но это как... Без этого мы не возьмем. Что тут здесь еще? Здесь в принципе единственное, что хотелось бы это звездный договор. Но он здесь не нужен. Поскольку это идет на холодную гранату. И самое приятное в договоре для нас было бы это минус 1% времени при изрядке умений. Все. Безрассудная мощь не нужна, потому что она нам ничего не даст полезного для нашего билда. Собственно, как и все остальное. Я играл с аннулированием одно время. В принципе, приятно было. Но очень много кнопок и аннулирование мне в принципе... Я скидывал все эффекты зеркала Мариоктиса в ряде случаев, когда меня просто поджимали. Опять же, бафы снимать, конечно, приятно. Но хочется все-таки еще одну дополнительную защитную кнопку. Ну и в принципе в мистике все, друзья. Такое чисто защитное мастерие получилось. По небу. По небу. Что у нас важного по небу? По небу я тут вообще не сильно заморачивался. Факел Ульзина. Потому что можно метеоритный дольше 100% шанс при атаке. Дополнительная АОЕ по площади громила. Чтобы регенерация была разогнана, потому что мы играем от регенерации фонаря Клайна. Для восстановления энергии пустой трон сопротивлением. Корона Равана резисторе с первого порядка. Обязательно его берем. Это нужно. Нам это надо. Ястреб. Статы. Цвет ученых. Опять же статы семейства, потому что пакел 15 надо кошмаров набрать. Перо. Полезные статы восстановления 5% энергии. И 2% навыка защиты, что тоже очень важно и приятно. Навык защиты собирать сложнее стало сейчас. Ящерица. Стервятник. Гадюком. Обязательно берем гадюку, потому что резисторе с третьего порядка. И навык атаки. Ну и тут, как говорится, на сдачу у нас пошли гончая и угорь. Можно, в принципе, посидеть, подумать. Там, если вы хотите использовать зеленые вещи в билде, то можно будет немножко перекидать даже таланты и вытащить из гончей и угря. Я взял за сопротивление пронику и 20 плюс 15, 35 плюс 12 считайте сами. Навыка защиты угря в этом плане чуть подняли. Можно, конечно, подумать и взять даже ту же пантерку, но надо смотреть. Мне вот нравится так, по крайней мере, играть. Тут уже из ключевых, я говорю, тут получается только Корона Равана и Громила, по-хорошему. Ну еще и Гадюка. То есть это созвездия, которых в билде необходимы. Факел Ульзина берется, потому что АОЕ. Больше АОЕ, бога АОЕ. Ой, ну или как там, как бы сказал Мистер Творк. Потому что взрывы, это круто! Больше взрывов. Ну, собственно, вот они пошли. Пошли взрывы. Бабахает как надо. Такс. Давайте теперь по вещам. Билд у нас полностью стандартный, то есть никакой зеленки здесь не надо. Все вполне себе фиолетовое, красивое и приятное. Но одно синее колечко мы, конечно, используем, потому что оно слишком сильное. Слишком сильная штука, чтобы от нее отказываться. Из комплектов нам понадобится 4 куска из адского воплощения Ульзина. Пятый кусок это двуручное стрелковое оружие. Это винтовка двуручная, но нам она не нужна. Амулет. Здесь что интересного? Минус полторы секунды перезарядка взрывного щита. Офигенно. 12% восполнение здоровья к взрывному щиту. Моментально 12% восстанавливает здоровье щит. Офигенно. За 2 куска огонь-молния. Очень средний бонус. У нас 2 куска почти везде бонусы очень средние. Шлем. Взор Ульзина. Опять же, дополнительный дот отгорения по площади. Неплохо. На плечах никакого интересного эффекта у нас нет. За 3 предмета мы получаем бонусы к дотам. И самое приятное плюс 15 сопротивление физики. Это очень хорошо, потому что физика это страшно. У нас, конечно, тут не будет каких-то супертанковых цифр, но нам хотя бы не будут сбивать сопротивление до условных минус 20. Тут плюс-минус в этом плане нормально будем жить. Ну и пузико у нас. Это 4 предмета, плюс 2 к подрывнику. И минус 15% искусности для стрелкового оружия, что, в принципе, очень приятно. Весь комплект, в принципе, усиливает кластерную бомбу, поэтому кластер у нас вообще прям хорошо себя чувствует. Далее. Я не стал мудрствовать лукаво, я взял восхитительнейшие штаны. Но я люблю эти штаны и ничего с собой поделать не могу и не хочу. Опять же, радиус освещения – это полезная вещь, чтобы увидеть, куда ты банально кидаешь гранату. Как бы эта опция здесь все-таки играет. Плюс мерцающий блеск. Если вас зажимает толпа, то блеск может вам помочь. Перчатки. Мы одеваем мифические рукавицы Игнафара. Тут тоже усиливаем нашу гранатку, снижаем на нее затраты энергии. То есть, тут ничего такого сверхъестественного нет. Сапожки. Мифические сапоги драконьей чешуи. Дракония чешуя, поглощение урона. Кровотечение у нас, сопротивление будет перекрыто, но все равно. Мелочи приятно. 10 тысяч кровотоки поглотить. Вообще, все фиолетовые сапоги бафнули, поэтому их теперь можно, в принципе, спокойно брать, и они берутся почти во все билды. Пояс. Мифический пояс бессмертного мудреца. Он взят сюда чисто за сопротивление. Он взят сюда за статы. Опять же, волна огня. Вольня. Волна огня. 25 при получении удара шанс использовать способность. Обратка и урон огнем. То, что доктор прописал, скажем так. Одеваем его. Оружие. Вот оружие я очень редко видел, чтобы его использовали в выжигателе. Пистолет достаточно своеобразный, но интересный. Собственно говоря, он дает нам бонусы к гранате, плюс урон горением 6300 на 2 секунды и к кластерке тоже самое. Плюс конверсию для умений он дает физики в огонь. Опять же, для гранаты и для кластерки. Нам это приятно, потому что мы используем кластерку и гранату. И конверсия физики в огонь для нас тоже, в принципе, приятна. Выжигатель я вообще почти не видел, чтобы его использовали, поэтому я очень рад, что он нашел свое место в этом билде. И наша книжка это «Мифический приговор Империона». Тоже достаточно интересная штука, достаточно своеобразная, я бы даже сказал, штука, с учетом его дарованного навыка. В принципе, это достаточно сильный оффхенд, но он проигрывает некоторым другим палочкам, потому что он дает только навык атаки. Есть оффхенды, которые дают еще и навык защиты. Это «Числавия Алдора», насколько я помню, называется это палочкам. Она дает по сотне навыков атаки и навыков защиты, если она еще плохо наролилась вам. Максимально, по-моему, 120 или 130 и того, и того может быть. То есть это очень много на самом-то деле. Давайте к солнечному лучу перейдем. «Добавлено предметом 2,5 секунды перезарядка умения, 1 секунда длительность, 3 метра радиус поражения». Собственно, что тут интересного? А тут все интересно. Урон огнем, достаточно солидный урон молнии плюс-минус, 23 тысячи урона горением за 2 секунды и плюс 50% критического урона к способностям. То есть держите эту цифру в уме. Если у вас способность наносит критический урон, то множитель будет не 50, множитель будет больше. То есть 50% плюс вот этот ваш показатель. Они будут складываться. И тогда уже будет считаться. Если я вот ничего не путаю, это так работает. То есть способность наносит критический удар. Игра смотрит. У этой есть способности доп-модификатор на крит? Есть. Она его использует, смотрит ваш модификатор. И уже исходя из этого просто увеличивается критический урон. Поэтому, если вы критонете лучиком, это будет прям хорошо. Подбежем. Мифическая эмблема святости. Опять же, статы. Восстановление здоровья. Божественный свет. Жить очень хочется, друзья. Прям очень-очень хочется. Может спасти вас от верной смерти. Эмблема святости. Кольца. Ну, Аблитроксис, который, в принципе, очень забафали круто. 31 здоровье в секунду. Здоровье и здоровье и сопротивление. Кражи здоровье. Что тоже очень приятно. Если бы тут еще был взрывной щит, то цены бы ему не было. Аблитроксису. Ну, его нету, но все же. Очень сильное синее кольцо. Второе кольцо брал вообще, как знаете, такую затычку своеобразную. Чтобы сопротивление перекрыть и статы получить какие-то плюс-минус. И вот мне попалась в моем сундучке мифическая счастливая пуля Джексона. Удачный выстрел мы, в принципе, не используем. Там он срабатывает иногда, но от него толку, как козет баяна, блин. Ну, здесь плюс 2 к закалке. Плюс 103 навыка атаки. 39 навыка защиты. Восстановление здоровья 8%. Сопротивление яду кислоте и урону здоровью. В принципе, приятное такое колечко. Можно думать над заменой, но вот я смотрел, смотрел свои закрома родины. Ничего не нашел там более интересного. Ну и реликвия ложь карвааков. Здесь что интересного? Опять же, снижение длительности обездвиживания, сопротивление замедлению. Плюс 2 к навыку атаки, плюс 4 к навыку защиты. Это много. Извержение пламени. Опять же, дот урон и опрокидывание. Ну и единственная наша способность, которая прокает плоский урон. Это извержение пламени. Собственно, вот так вот она выглядит, как обычный выстрел. А солнечный луч, вот он у меня на троечку. То есть, это извержение пламени с реликвии навык. Солнечный луч у меня на троечку. Вот так вот он выглядит. Ну, анимация уже кто-то скажет, что это стрела рока. То есть, крейты опять перерисовали. Поменяли цвет, точнее, не перерисовали. Ну, так вот это работает. Вот, кстати, Олега, смотрите. Вот я стою. До манекена, казалось бы, далеко. Его задевает. То есть, она по радиусу от меня. Какой радиус поражения у способности. Это офигенно на самом деле. Так, пардон. Собственно говоря, вот мы оделись. Просто там мы вкидываем, ну, в телосложение почти все вкидываем. В 81. В искусность 0, потому что мы носим восхитительнейшие штаны. Плюс мы носим пузико Ульзина. Поэтому пистолетик свой мы можем таскать вполне себе. Тут аж минус 25 у меня получилось. Это еще, сколько помню, я ястреба взял. То есть, в этом плане не заморачиваемся. Ну, и дух. Дух 26, потому что у нас мистик есть. То есть, можно все-таки сосредоточиться на телосложении. С восстановлением энергии. Просто не спрашивать меня, как это работает. Тут, казалось бы, 248%. Плюс 9.04. Ну, по факту... От 100 калот. Не спрашивайте меня, как это работает. Я сам не понимаю до конца. И не хочу понимать. Ну, и, собственно говоря, давайте мы включим бафы. Я вам покажу под бафами, что мы из себя представляем. В пиках у нас будет 2000 восстановления здравий. Ну, там 1900. Здесь по урону проника чуть-чуть. Много огня. Горение. Опять же, здесь у нас проник. Немножко огня и горение. Ну, мы сосредоточены на уроне горением. Плюс 2 к солдатику. К сожалению, мертвых. Плюс 4 к подрывнику. Хорошо. Плюс 2 к ауткиперу. Ну, плохо. Вампиризм у нас от клинков. От печати клинков. Но он нам не нужен. Он не работает. Перезарядка умений 20%. Скорость колдовства нам тоже шибко не нужна. Потому что, ну, спамить гранатами будет сложновато. Ну, и здесь, в принципе, все. Плоский урон. Но у нас одна способность. Его только прокает. Поэтому на него смотреть смысла особого нет. Третья вкладка. Физика 15. Шанс уклонения 14. Мансим как дьяволы. Хражи здоровья 37. Ну, королеву, в принципе, убиваем, если не стоять под ее энрейджем. Обездвиживание 80. Каменение 80. Заморозки 80. Сну. 15, к сожалению. Замедление 75. Чуть-чуть не дотянули. Неуловимый Джор перед вами. Поглощение брони только 70. Но мы не носим-то тяжелую броню. Можно, конечно, попробовать довести эту цифру до 100. Но, опять же, придется пожертвовать рядом фишек-плюшек. Поэтому я был морально не готов к этому, честно вам скажу. Поэтому так вот. Ну, тут 2900 навыка атаки. 2700 навыка защиты. Опять же, учитывайте, что мы волшебник. Так. Ну, Магарета я уже вам сказал, что мы убиваем. Мы его убиваем. Мы его убили даже уже. По контенту вообще, что этот билд может, чего он проходит. И чему надо морально готовиться. И как надо морально к этому готовиться. Ну, собственно, морально готовиться надо только к этому. К рогаликам. Ко всем причем. Особенно к могиле еретика. Вы готовитесь морально следующим образом. Вы делаете целебную эссенцию из маточного молочка. Целебный экстракт из маточного молочка. Угденский бальзам. Угденский сок. Эликсир дрангола и эликсир пустоты вы делаете. Вот эти 6 бутылочек. Также вы делаете бутылочки на восстановление здоровья. Они, к сожалению, закончились. Сделать я их забыл. Опять же, это... Пальзам из маточного молочка. Эссенция из маточного молочка. Вытяжки. Вот это все, что вам дает восстановление здоровья. Выпиваете все эти бутылочки замечательные. И идете воевать в гробницу еретикам. В принципе, это справедливо и для шардов. Чтобы их спокойно и комфортно проходить. Вам эти бутылочки просто будут очень сильно помогать. И это же важно, когда вы пойдете на боссов. Допустим, на ласт босса. Я ласт босса убивал без бутылочек. Но с бутылочками будет намного проще на самом деле. Пофармим цветочки. Цветочки всегда нужны. Без цветочков просто грустно все становится. Так, что я еще хотел вам сказать про этот билд-то такого. 50-х шард я им закрыл. Выше я просто не лезу. Потому что выше шарды не балансятся. И вот я лично слабо понимаю, зачем мне туда лезть. Да, у меня, короче, синдром зентая, ребят. Кто понимает, о чем я, тот уже понимает. Это я их чисто гранатами бил. На одном из стримов зентай, это комьюнити менеджер Great Entertainment, он стримил грим. И он забыл включить... Он не включал ауры и пассивки. То есть он просто-напросто бегал. И его там, блин... Его, собственно, там в 10-м шарде начинали просто уже ломать об коленку. То есть он без включенных аур, без всего бегал. Там дефолтная атака и убивал противников. И вот так же уже, блин, синдром зентая у меня начинается. Такс. Ну, собственно говоря, в принципе, по плюсам-минусам. Ну, плюсы. Мистер Торк уже все за меня сказал. Я думаю, больше я добавлять ничего не буду. Разве что мы используем достаточно редкие вещи, которые почти не используются в игре. Ну, я, по крайней мере, не видел, чтобы использовались активно вот эти вещи вроде Выжигателя и Приговора Эмпериона. Это вещи интересные. И я очень рад, что я смог найти им применение, что им находится применение в игре, что они не просто так сделаны, как, знаете... А давайте сделаем вот эту штуку. А пусть она будет, пофигу. По приколу будет. Зачем она нужна? А так, чтоб было. Ну, по минусам билда. Он достаточно специфичный, и к нему нужно привыкать, друзья. То есть, пока Вы не привыкнете к этому билду, играть в нем будет, ну, плюс-минус некомфортно. Как только Вы привыкнете к нему, играть в нем станет сразу же намного приятней и удобней. Рожу паклы забираем. Полезная вещь. Нужная вещь, я бы сказал. Так, я хотел Вам еще показать одну штуку. Да, вот она у меня есть. По поводу альтернатив для билда. Вот я это чуть позже скажу. В принципе, по минусам еще, помимо специфичного геймплея, который многим может не понравиться, мне лично нравится. Я прям доволен, что удается что-то новое в игре попробовать и почувствовать. Но кому-то может не понравиться высчитывать тайминги, кидать гранату учиться, и высчитывать, когда мне лучше что сдать. Опять же, по боссам не очень удобно попадать, бывает. Ну, такое. Еще по минусам билд достаточно, друзья, дорогой. То есть, Вам потребуется цельный комплект. Цельный комплект. Вам потребуется почти весь ульзин. Четыре куска. И Вам потребуется... Вам потребуется еще несколько вещей, которые тоже на дороге-то не валяются, скажем так. Еще вот я бы рекомендовал, если у Вас есть, брать бляху кимона. Очень круто бустит гранату. Опять же, дает конверсию проника в молнию. Проник нам, потому что здесь вообще нужен, как коровье седло на самом деле. Так хоть будет хоть какая-то польза, потому что у нас все-таки на стихийный резисторе съесть. Ну, и минус 0,5 перезарядки гранаты. Это приятно. То есть, граната будет откатываться вообще почти мгновенно. Ну, и зеленка. Зеленка это всегда хорошо, потому что зеленка дает очень много противных статов, которые тяжело набирать. И у Вас освободится несколько опций поменять там присыпки, либо колечко. Ну, зеленка, Вы понимаете меня. Так. Ну, что еще можно сказать такого? Ну, в принципе, я не знаю. Билд в гарнила я им не ходил, потому что у меня аллергия на гарнила, уж извините. Я четко понимаю, что за те показатели, которые там люди считают крутыми, то есть это гарнило там буквально за 10 минут пройти, я вряд ли пройду. Опять же, билд достаточно зависим от модификаторов, потому что он играет от регенерации здоровья, а регенерацию есть модификатор замечательный, который просто ее ломает об коленку. То есть, и с этим Вы ничего не поделаете. Если Вам этот модификатор попался, то морально готовьтесь к тому, что Вы будете страдать, и что прохождение даже тривиального аргалика превратится для Вас в испытание, возможно. Ну, и самый главный минус, Вы увидите, я думаю, сами, это то, что у нас просто не хватает энергии. То, что у нас просто-напросто мана улетучивается со скоростью пыли на ветру. То есть, с этим Вы ничего поделать, к сожалению, я не смог. Я и фонарик брал, мне говорили, возьми арфу Барда, но арфу куда я буду ее пихать? Уже взял адреналин, но адреналин на самом деле он срабатывает только на битвах с боссами, с большими страшными боссами. По-другому он не работает. Так, давайте мы тут сейчас все зачистим немножко. Ну, и, в принципе, я вот не вижу смысла затягивать дальше видео, сейчас я зачищу тот алтарь. Уже все сказано, все показано, на стримах я играл. Этим билдом, в принципе, я им продолжу играть. Гримтул, друзья, будет в описании. Ну, и вы должны понимать, что это штучный товар, сертифицирован лично мистером Торгом. Он даже ради меня прилетел в эту часть вселенной. Записал маленькое обращение, сказал, что я хороший мальчик. Ну, он, конечно, сказал это более в других выражениях, но я не буду так говорить, потому что мистер Торг обидится. Собственно, огромное спасибо, друзья, за внимание. Спасибо, что смотрите и ждете ролики. Мне приятно, что не только для себя, не только себе что-то интересное я показываю. Ну, и, в принципе, дамы и господа, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok